всем привет это канал бородач тв сегодня замечательный день 22 ноября не всего вы думаете сейчас я чну рассказывать про мусорку ничего подобного в этот замечательный день приветствую представляете вот все узнают бородача спасмен поехал нахожусь рядом с трассы бетлонистов вот короче не про мусорку я буду снимать сегодня этот репортаж а про то что в наши дорогие руки передают автомобиль впервые в этом городе будет происходить тест-драйв тест-драйв чего кио рио да точно кио рио не забыть то бы очень сложный материал не успеваю все заучить вот поэтому повторяю иногда кио рио 2017 года в общем они в принципе как говорится муха не сидела сейчас мы это проверим и поздравим обладателя данного автомобиля и человек который предоставил любезно нам тест-драйв сашка сашка елагин сашка здорово как у тебя дела отлично я очень доволен очень рад своей покупкой так подожди подожди санчес и сразу не переходи я сам перейду к обзор автомобиля я впервые его вижу вот просто катаюсь немножко на бмв вот ну и как-то знаешь уже другой сложился формат ну раньше тоже ездил на у меня десятка была сейчас скажем вот я небольшое отступление сделал хотел спросить ты же вот недавно бегал бегал кто просто не знает что ты бегал марок полу марафон пробежал до 21 километр за сколько за час пятьдесят две санческий бед далеко час сорок четыре я бегаю нет у тебя был сейчас 38 после раз конца бегали то что у меня был час 42 это был мой рекорд час 38 пробежал блин я еще и не в курсе был что час трех восемь он нужно короче это плохо подготовился начался давай тогда перейдем к автомобилю сразу хотел тебя спросить где покупал сколько стоит какой дилер в общем давай расскажи немножко о цене на самом деле говорить мне не очень бы хотелось почему вот подожди давай там вот и у нас очень много ты знаешь смотреть я так понимаю мама папа весь город не немаловичный город так и как бы я бы не хотел знать чтобы многие знали о моем финансовом положении что могу себе позволить такой шикарный автомобиль поэтому давай про цену мы просто это самый упустим кому будет интересно они посмотрят в интернете сами да ну в районе семиста шести статы нет больше больше да выходит больше выходит арена cars арена cars я фирму нашел через интернет чисто случайно потому что там были заманчивы вот после того когда приехал выбрал автомобиль естественности условия которые были заманчивыми они они оказались настолько заманчиваются а как его дожди подожди давай сразу разберем этот момент действительно очень много пользователей который может потом посмотреть это видео и на что скажем так ты повелся да просто я занимаюсь цифровым маркетингом да то есть мне очень интересно давно на что люди вообще реагируют расскажи пожалуйста на что ты среагировал и ты туда что ты туда приехал правильно так но изначально мы ехали за солярисом так мы искали мы это я и моя подруга мы искали бюджетный автомобиль который будет недорогой в обслуживании который будет не ломаться ездить и и там три года и не знать проблем но когда мы приехали в этот салон мы увидели что стоит эта машина до этого я и раньше не видел нигде вот но я на нее посмотрел рядом стоял солярис и не на больше проглянулся мне там сердце что-то ёркнуло зажало я не знаю либо просто болезнь какая-то ну выбрал и в итоге ты ехал за солярисом до луки а что тебя побудило приехать именно в кио дан там же есть например это и рено там да и российский автопром почему именно ну вот этот салон не является официальным представителем кого-либо вот там просто стоят все бренды все марки по одной машине но я в одной посидел другой посидел в 3 в этой категории ценовой короче и все и мне понравилось больше не понял потом сел за руль коп все жопа как бы легла как надо я понял получается вот и покупай потом автомобиль там сашка посидел раз а ну давай это тогда я наверно сейчас перейду своему обзору да потому что это уже наверно покатался да кстати сейчас это быстренько посмотрим что у нас автомобили наших условиях цвет удачно подобран не видно пыли грязи подруга я бы взял другое но всем нравится здесь так ничего перейдем тогда непосредственно к обзору и как говорится первые тактильные ощущения по поводу автомобиль моей жизни никогда и не было эксплуатации данных автомобиля компании киа хундаи хотя это принципе один и тот же концепт по большому счету и скорее всего какие-то детали кроме на кузова допусте используются на двух автомобилях мы капот то кстати забыли открыть прикинь пойдем я действительно как человек который не пользовался данным автомобилем до начиная из его изуче садимся смотрим так это скорее всего капот вот я чего не нравится да вот в автомобиле просто у меня автомобиль марки бмб и я два раза там щелкаю и у меня открывается то здесь мне получается приходится искать эту долбаную фигню ну и где ж ты вот как вот и особо одаренный да вот какая-то пимпочка две пимпочки поднимай 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 вот бог получается рассказывать техническую сторону я не буду потому что я в этом не разбираюсь оставим это специалистам ну как обычный пользователь я вот вижу что сюда будем заливать никаких сепараторов сети через сетечек там нету да для того что ну то есть какая-нибудь грязь я не знаю я еду такого момента до чтоб какая-то грязь вот именно да там когда я переливаю какую-то жидкость сюда попадала поэтому в принципе может быть и сэкономили но с другой стороны таких моментов жизни не случается до либо и очень крайне редко на всякий случай возможно и можно было туда смотреть вот что еще не знаю как бы если будет брызги там какой-то ветер порою когда мы заливаем жидкость ветер дует то возможно будет забрызгивать что-то нет чехла кстати обратил внимание что нет защита вот этого чехла он кстати знаешь трогаю обычно он нужен для того чтобы сохранять тепло на тас как бы вы здесь нет защитного чехла или есть не снял крышку не было а ты заметил да что вот есть вот эти штучки которые держат возможно тебе нужно обратить обратиться к делеру и спросить где моя крышка вот кто еще это такое тормозуха лишь диск на рисунке диск вот я вот реально бы не сообразил что это что это диск но возможно дай бог красота проверял я когда-то это делал сушь эту процедуру ну знаешь ладно перейдем дальше так багажник багажник суши как открыть багажник есть вот еще и пойди разбери что чем понравилось сразу так открылся до какого-то определенного расстояния нормальный вместительный полноразбирное колесо что это такое здесь домкрат то есть положили да не я так понимаю ты только-только приехал с мрэва обратите внимание вот как происходит регистрация вот так все взяли накидали набросали то есть чувство за номера то ну-ка 954 а у тебя девчонка есть да да я правильно очень блин представляю да если бы ты был бы холосой да еще купил автомобиль коврики то были конечно в комплекте сошло все шло комплект это предпродажная подготовка я понял ну запах чувствуется свежего автомобиля проверяем регулировки все отлично по поводу торпеды начинаем знакомиться суши я заметил все начинают трогать пластик в обычный вот ругают как правило в автосалоне потом вот я сколько езжу и пользуюсь автомобильными да то есть а потом вообще не к нему вот к панели не прикасаться мне по большому счету но по барабану как она выглядит да то есть единственная пыль как говорится убрал и нормально хорошая штатная аудиосистема сенсорная убираем так радио канала обратите внимание что слушает сша подожди у нас как бы сосновом баруси считает что существует три радиоканала да то есть это балтийский берег fresh fm и дорожное радио но как видите даже вот автомобили это считается бюджетно да правильно же автомобиль в серийном бюджетном автомобиле если намного больше каналов ты разбирался уже чего как тут ходят до в принципе слова меню да я знаю а все русскоязычное меню нормально да то есть вот дорожные аквалайзеры регулировки сообщение дорожной ситуации поиск настройка звука что у разобраться кстати что понравилось здесь две розетки прикольные заглушечки 1 usb и аукс вход да это что обогрев руля у нас есть два обогрева сидения то есть два режима это что такое вот это кондиционер а кондиционер если да это обогревали зеркал и заднего задние до сзади сеточки слушай переднее стекло как обогревается обдувание дыханием водителя поэтому когда будет очень холодно вы ребята 100 грамм и вперед ну дядя миша вам не советовал не учат чего не хватает не хватает скорее все подлокотника таким небольшим бардачком что что-то можно было положить потому что когда ты едешь на дальнее расстояние то порой вот так мы кладем да там либо так либо так а второй рукой тоже приходит приходится то есть ну либо придется упираться колено да то все как-то подкручено это не очень неправильно потому что если дернется нога на какой-то кочке то и дернется рука здесь какая-то хренеть на предохранитель дорогие радиослушатели что такие чудики как не появлялись нации заведем автомобиль педальку тормоз как углы как углы погнали слушай что тебе сказали в плане того что когда ты вот купил автомобиль как его это же новый автомобиль как начинать его эксплуатировать ну здесь как говорится муха не топталась кроме пару кошек сначала сказали съездить нужно в цирке осветить машину ночью в церкви купить три иконки а кто сказал там повесили хоть и драки подожди давай так по порядку сразу вот чтобы тебя появился автомобиль и церковь принимал участие только честно даже свечку не стоял в тот момент чтобы у тебя появился автомобиль для то есть ты это сделал все самостоятельно правильно это хотя бы еще один собран представляешь вот мы сейчас выехали да уже третий собрат тело такая серьезно банда здесь тоже по ощущениям подвеска такая упругая вот именно упругая хорошо что занимаюсь спортом очень трудно пробить удобный руль все четко вот лежит хорошо управляется сейчас надо попробовать я здесь выкатая не будет 110-120 когда зеркала такие небольшие и немаленькие чтобы они были средние хватало и на дорогу посмотреть потому что смотреть когда я еду да то есть я обращаю внимание всегда ночи не минуты там минимум четыре раза я всегда смотрю зеркала заднего вида и боковые зеркала минимум даже вот если я вот сейчас еду с вами разговариваю общаясь я всегда смотрю вот на боковое зеркало всегда смотрю потому что какой-то момент да то есть я могу досмотреться там задуматься и над и запланировать какой-то маневр ну просто я вот вижу ситуацию тогда например что здесь бы я бы наверное совершил бы обгон но люди порой забывает посмотреть вот вообще просто есть такой определенный регламент да что это нужно смотреть на минимум четыре минуту там четыре-пять раз вот для того чтобы кто-то может подобраться и ты не в курсе того что он догнал тебя да то есть это же начинает совершать маневр и часто вот происходит из-за этого столкновения смотрел обзоры по вот этому автомобилю просто мне когда сказал что он не купил автомобиль и думаю дай-ка гляну посмотреть что там сашка купил вот ну по поводу шумки да вот есть как ну для кого-то есть какие-то определенные нарекания что вот не хватает шумки на летней еще пока да зимнюю подарок вот по поводу всех вот этих обзоров как на за шумку что вот тут немножко шумновато блин я вот и катался до этого на логане на 1 вообще логане мне давали знакомым покататься то есть вот там вот там было шумно там слишком большая парусность здесь она поменьше все таки есть какая-то оптика на весь форум все нормально все прикольно разговаривать может ну да слышно соседей мы сейчас попробовали набрать скорость со 110 набрали 120 километров час плавно разгоняется но для тех людей кто действительно покупает автомобиль это бюджетный автомобиль да и здесь все рассчитано на то чтобы водитель собственник данного автомобиля да не тратил лишних денег вот поэтому в плане разгона нужно заранее будет просто готовиться здесь один ремень цепь а там чтобы приму а это генератор все я понял это кстати хорошо ты знаешь что цепь тоже надо подтягивать не всегда нам тоже от производителя а вот сразу хотел спросить ладно расход на трассе 66 в городе какой сяточку где-то 9 до 10 9 а сколько весит он еще четыреста тысяч пятьсот или 1300 хорошо наверное как все полторы там не больше что сказали в обау дтл с какой периодичностью и стоимость мне вообще что не сказали когда ты купил автомобиль тебе ты вообще спрашивал с какой периодичностью делать это или просто не понимаешь что там новый автомобиль чем заморачиваться когда на ю тубе посмотришь тогда я покупал автомобиль я спрашивал с какой периодичностью парковать не два припаркуемся я что понимаю тут ассистентов нету кроме тех которые вот сидят вот здесь вот в этой не у меня парктроники есть серьезно теперь не есть буду доволен покупку я доволен покупкой ну я предлагаю встретиться через тысяч пять шесть километров и тогда уже я расскажу то есть она это уйдет это в этом автомобиль если 3-4 до меню ну да а подарить и сможешь накататься и конечно чего любит конца в питере а ты часто будешь питер кататься да вот кстати расскажешь такие были нюансы плане эксплуатации узнать сколько через какое промежуток времени или там километр какой нужен километраж для того чтобы сделать его вот но вообще замена масла я всем рекомендую делать хотя бы раз 10000 либо там если ты не накатал 10000 то хотя бы если долго не катаешься там либо весной либо осенью все-таки менять масло то есть частая замена масла все-таки на пользу сейчас идет кристина мы кстати у нее очень быстро кристина иди давай сюда быстрее у нас что за что за сигнализацию это поставили не лучше не говорить да наверное лучше не говорить у меня там есть такая специальная таблетка которая если она не находится в радиусе 10 метров она не заведется в принципе специальная таблетка санчо санчо знаете есть специального мне как попросил шить тебе под кожу да чтобы суша если она не растворится в тебе не растворится специально такой терминат кальций сейчас к нам подойдет кристина кристина ну где ты дорогая это наша сейчас мнение женщины узнаем по поводу мы так и так и узнаем слушай кристина привет кристиничек вот она хорошая селфи делает практически ты же в курсе что у нас селфи надо делать бородачом кстати потом фотоаппарат возьмем будь что за приз 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 ты чё там не читал что дед мороз у нас подарки 25 декабря подарки это и женщины и мужчины с этим будут да и мужчины и мужчины даришь новая мне тачка нужно конечно вот подарок оценим кстати это мы готовим подарок мега это все твое даст бородачи тв знаешь какой подарок будет мощный вот автомобильчик а тем чем автомобиль любой автомобиль для меня хорошие потому что мне мою надо ласточку подавать нормально ласточками меня слушай ты мне скажи вот твое даваем мнение ну вот автомобиль вот мне сначала надо прокатить что за машины киа рио то есть ты как бы на шильдик посмотрела и все значит скажи пожалуйста сколько может стоить такой автомобиль сейчас она ноль ну давай ну давай те же машины меняйте седанчик сколько у него объем двигателя 123 лошадок 1.6 1.6 или 1.5 1.6 слушай я не знаю сколько киа сейчас стоит ну лям до ляма да нет не знаю я не знаю сколько седана стоит я не знаю сколько стоит автобусы кому бы подошел бы такой автомобиль мне ну подожди ты занимаешься как бы цветочным бизнесом тебе порой надо плевать плевать вот вы слышали да плевать главное главное новая тачка я себе рабочую лошадку он у меня стоит а то есть тебе нужно как лично мне надо чтобы как красиво подъехать и отъехать все нравится спокойный капучино да ладно ты прикинь я думаю что за цвета кстати очень удобный цвет там вот кошки прошли вообще не видно кстати да пока не сказал пока не сказал ну ладно к стенчик на этом все мы короче эфир заканчиваю что батарейка садится могли бы и дальше продолжать болтать разыгрываем мы не тачку разыгрываем мы разыгрываем людей все всем пока до новых встреч подписывайтесь на канал бородач.тв ставьте лайк в общем это наш сайт новый можете посетить бородач.тв все всем пока